МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня исполняется четвертая годовщина со дня смерти преданного армянской архитектуре Самбела Карапетяна. Специалист по памятникам, это словосочетание невозможно найти в словарях. Словосочетание было придумано за десятилетнюю историю, чтобы описать борьбу одного человека. Если однажды оно найдет свое достойное место в словарях, в пояснительной части будет написано Самбел Карапетян. Его стиль работы и ведения заключались в том, чтобы пройти дюйм за дюймом по склонам родной колыбели, найти, изучить, придать гласности и посвятить армянноведению то, что никогда не было изучено. Карапетян – первый исследователь многих деревень, поселков и участков местности, первый фотограф, первооткрыватель и локатор бесчисленных памятников, первый читатель и издатель тысяч литографий. Из-за огромного количества собранного материала, к сожалению, Карапетяну удалось обработать и опубликовать лишь их часть. Сейчас я дошел до той точки своей жизни, где представляю отчет о проделанной работе. Если вдруг по какой-то причине я не смогу реализовать его до конца, есть кому это продолжить. Четыре года фонд, изучающий армянскую архитектуру, несмотря на многочисленные трудности и препятствия, не придавая доверия сам Белла Карапетяна, продолжает поддерживать ведение учителя, продвигая все инициативные им программы и создавая новые. Продолжая деятельность, с 2020 года по 2024 год фонд опубликовал 17 работ, выпустил 3 веб-страницы и 1 фильм, изучил памятники более чем 500 населенных пунктов Великой Армении, обогатив архив фонда более 100 тысяч фотографий, измерений и других материалов. Покойся с миром, великий учитель. Твоё дело продолжается. Вышел в свет 17 номер журнала «Вестерн Армения». В новом номере статьи, посвященные вопросу армян Западной Армении, структуре армянской идентичности в мире, статья, посвященная церемонии перезахоронения Мисака и Мелинэ Манущан, обширная статья «Отцарский вопрос» на конференции в Сан-Рему. Армянскую английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Мы должны приложить усилия, чтобы трагедии, произошедшие в Сумгаите, не повторились. Василий Марагос. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих близких в Сумгаите 36 лет назад. Об этом в своём микроблоге «Х» написал посол ЕС в Армении Василий Марагос, коснувшись резни армян в городе Сумгаит. Мы все должны продолжать прилагать самые решительные усилия для достижения примирения стабильного и прочного мира, чтобы гарантировать, что подобные трагедии никогда не повторятся. Телеканал «Вестерн Армения ТВ» представляет историю армянской женщины, пережившей погромы в Сумгаите и Баку, отомстившую за мужа в Арцахе. Сотни армянских женщин участвовали в Арцахской войне. Некоторые погибли на поле боя, некоторые вернулись и живут рядом с нами. Однако их борьба, истории и имена многим из нас неизвестны. Война первой женщины-командира Анаит Мартирусян началась в 1989 году. В Баку проживало очень много армян, одни из них супруги Анаит и Виктор. С любовью и преданностью они воспитывали двух сыновей, обустрали в дом, когда начался Сумгаит. Жуткие и пугающие новости превратили проживание армян в Азербайджане опасным и невозможным. Чтобы спасти детей, Анаит и Виктор были вынуждены покинуть дом и переехать в Армению. Взяв детей, супруги вышли на улицу, чтобы попытаться добраться до аэропорта. Судьба, однако, распорядилась иначе. Прозеренная толпа шумно окружила армянскую семью. Напуганная Анаит отдала ключи от квартиры, подумав, что им нужно разграбить дом и все остальное. Однако бандиты жаждали крови, а безглавие Виктора на глазах жены и детей. Травма на протяжении всей жизни привела Анаит в Арцах. Полная статья доступна на нашем сайте WesternArmeniaTV. На протяжении многих лет азербайджанская пропаганда не знала точно, как реагировать на тему резни армян в Сумгаите. Очевидно, что закрыть вопрос не удастся, так как для этого нужно было создать благоприятную для них картину событий. Появились различные причины и сценарии сумгаитской трагедии. Телеканал WesternArmeniaTV представляет некоторые из них. Согласно первому сценарию, в 1988 году в Армении произошли массовые убийства азербайджанцев, которые бежали в Сумгаит, где и произошли определенные события. Эту версию пытались распространить и в международных СМИ. Далее начали подвигать версию, что это было организовано Советским комитетом государственной безопасности. В результате чего пришли к более абсурдной версии. Поскольку среди сотен погромщиков был Эдуард Григориан, наполовину армянин, чья семья давно уже покинула Армению, и сосредоточились на нем. Хотя сама версия абсурдна, азербайджанцы тем не менее активно работали в этом направлении. Телеканал Western Army TV напоминает, есть много свидетельств, что резня армян Сумгаити была спланирована заранее. В дни массовых убийств телефоны в квартирах многих армян не работали, полиция на беспорядки в городе никак не реагировала. Более того, есть свидетельства, что среди тех, кто совершал погромы, были и полицейские, у которых были заранее составлены списки адресов армян. Массовые убийства, произошедшие с 27 по 29 февраля 1988 года в армянно-населенном азербайджанском городе Сумгаит, привели к десяткам жертв и сотням раненых. Это событие стало и переломным в эскалации межнационального конфликта, что привело к первым потокам армянских беженцев из Сумгаита в Арцах и Армению. Азербайджан, следуя активно проводимой в последний период своей программной политике по уничтожению памятников, установленных в период независимости Арцаха, уничтожил расположенный на улице Мартуни в Степанакерте памятник советскому государственному политическому деятелю, литературоведу Александру Мясникяну. Открытие памятника Мясникяну состоялось 27 сентября 2014 года, День города Степанакерт. Начиная с 2014 года решением Совета столешин Степанакерта День города в Арцахской столице праздновался в 3 субботу сентября. Автором памятника Александру Мясникяну, псевдоним Мартуни, является известный скульптор Юрий Ованисян. В случае вооруженного конфликта Гагской конвенции 1954 года дата установления или характер памятника не могут служить основанием для оправдания разрушения. Согласно статье 1 конвенции культурными ценностями считаются независимо от их происхождения и владельца ценности недвижимые или недвижимые, которые имеют большое значение для культурного наследия каждого народа. Такие, как памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские. Следовательно, наследие должно сохраняться, где бы оно ни находилось, когда бы оно ни было создано. Основываясь на логике конвенции, народам решать, какое наследие представляет для них большее значение, в данном конкретном случае армянам Арцаха. Оно должно сохраняться независимо от того, как выглядит и какие чувства вызывает в Азербайджане. И если в 20 веке культурное наследие обязательно должно быть наделено историческим значением прошлого, то в визуально-правовой системе наследия 21 века наследием считаются ценности как прошлого, так и настоящего. Азербайджан с 20 сентября 1993 года, рацифицировав конвенцию и регламенты 1954 года, также первый ГАГский протокол о защите культурных ценностей на оккупированных территориях, совершая ряд преступлений не только против Арцаха, но и против всего человечества. Рады сообщить, что по приглашению Всеобщего Армянского благотворительного союза певица Сипил впервые посетит Австралию. Армянская община Австралии с нетерпением ждет дня концерта. В Сиднее и Мельбурне пройдут два концерта. Первый состоится 23 марта в Сиднее. Одаренную певицу будут сопровождать танцевальная группа и музыканты Тамбзара. 7 апреля на концерте в Мельбурн примут участие танцевальная группа Азад Гарибян, детский хор гимназии Акинян и музыканты. Через месяц Сипил встретится с Армянской общиной Австралии, проведет различные встречи и договоренности. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok